Первое, спасибо, что ставите лайки. Вы набрали лайки, чтобы мы заказали перчатки у мошенников, которые выдают перчатки за настоящие, пишут Adidas Predator, или там Puma Future, Nike Vapor. Но на самом деле таковыми не являются. Я специально для этого на Авито создал аккаунт женщины. И, естественно, я покупаю перчатки для своего сына и совсем ничего не понимаю в них. Оригинал это или реплика? Давайте посмотрим, что скажут продавцы. Слушайте, нифига себе тут цены на эти перчатки. 4 косаря, 5 тысяч. Офигеть, у нас Spire стоит 6 тысяч рублей, и это оригинал. FonBet вместе с нами дарит вам перчатки Spire бесплатно. Недавно мы делали такой конкурс на перчатки, как у Игоря Кенфеева, и уже вручили приз победителю. Участвуй теперь и ты. Условия максимально простые. Переходи по ссылке в описании, становись клиентом FonBet и делай любую ставку на любое событие от 500 рублей до 19 октября. После завершения акции победителя мы объявим в моем телеграм-канале Spirekov. Обязательно подписывайтесь на него, чтобы не пропустить. Ну и выигрывайте перчатки, которые всегда приятно получить бонусом бесплатно. Ну а FonBet наш надежный партнер, FonBet Кубка России, сборная России и клубов российской премьер-лиги. Наш партнер уже 3 года, ссылка на конкурс в описании. Слушайте, ну тут прям пруд пруди этих продавцов. Я вообще в шоке, сколько неоригинальных перчаток есть на Авито. И это, конечно, не очень хорошо. Вот даже интересно, вот Москва. Adidas Predator Demon Skin. Вот человек же не пишет, что это реплика. Здесь вот сумочка Adidas. Сразу по сумке вижу, это старая сумка от Predator. Новый выглядят совершенно иначе. Давайте напишем ему. Вот скажите, а у вас в объявлении написано Predator Pro. Это настоящее? Здравствуйте, это реплика. Спасибо за честность. Классно, что сразу сказал об этом. Странно, что не написал об этом в объявлении. Вообще-то так тоже можно. Так, они сильно отличаются? Нет, говорит, отличий особо нет. Ну что ж, раз отличий особо нет, то точно надо забирать. Попробуем взять такие же, как у меня уже есть. Так, именно таких, как у меня нет. Ну окей, давайте возьмем просто какой-нибудь рандомный цвет из прошлой коллекции Adidas Predator. И сравним с теми перчатками, которые уже есть у меня. Ооо, круто! Пума, Пума! Пума, я очень мало видел подделок. Это прям очень интересно. Так, здравствуйте. Скажите, это же настоящая Пума. Седату я готова купить. Врать не буду. Хорошего качества реплика, не оригинальные. Спасибо за честность. Но давайте спросим, почему он сразу не написал об этом. Блин, а в объявлении написано, что перчатки фирмы Пума. Ну как я могу написать, что это не Пума, если на ней логотип этого бренда, и на упаковке написано, да и цена в три раза ниже оригинала. А с чего ты решил, что я вообще знаю, сколько стоит оригинал, чувак? Очень странно предъявлять мне за это. Ну и да, ты мог просто написать в объявлении, типа, реплика перчаток Пума. Ничего в этом плохого нет. Так, ну пишу, что у меня сын очень расстроился от этого. Утешьте его и надите ему оригинал. Ну, если бы сейчас покупал Женя, а не мамочка, у которой сын ничего не понимает, Женя бы послал такого продавца, конечно же, куда подальше. Потому что худшее, что может сделать продавец, это послать человека в другое место. Любой менеджер у меня, который так бы предложил клиенту, пошел бы в жопу прямым рейсом и тем же днем. Ну, ладно, окей, я это схаваю. Мне надо, мне очень интересно сравнить не оригинальный Пума. Реально, прям вот очень-очень интересно. В целом, общение на Авито мне не нравится. Мне хамят, мне отвечают грубо и резко. Я не понимаю, как эти люди, блин, вообще что-то продают. Мы в своем магазине, gmkstore.ru, просто качество сервиса для нас это самый важный параметр, который есть. Естественно, ассортимент и так далее. Это все очень важно. Но мои продавцы обязаны отвечать просто невероятно вежливо. Здесь мне просто на пропалую хамили кучу-кучу раз. И я не понимаю, какого хрена это вообще происходит. Так, ну все, мы оформили заказ на Пума, на Адидас. И сейчас еще одни Адики мы, пожалуй, прикупим. Итак, что у нас на данный момент имеется? Смотрите-ка, у нас есть две пары. Вот одна из них оригинальная, а другая фейк. Попробуйте угадать, что из этого оригинальная, а что фейк. А теперь посмотрим, что скажут ребята на футбольном поле. Давай посмотрим, что из этого оригинал. Ну, мне кажется, вот эти. Ну, видно, что они качественнее сделаны. У этих рисунок плывет. По ладошке, на самом деле, как бы тоже видно, что эти поуже, эти такие широкие слишком. Ну, я вижу то же самое, что и Леша. По качественнее сделано. Здесь, вон, даже шершается. Здесь, по латексу. Такое ощущение, что он поплотнее немножко. Та же самая у тебя выбор. Да. Скорее всего, вот эти реально оригинал, потому что здесь выставится. Здесь нет, понятно, что, скорее всего, пытаются скопировать просто. Здесь, да, рисунок, мягко говоря, отстой. Ну, в общем-то, круто, что ребята сразу определили фейковую пару. Здесь действительно очень много деталей, которые выдают себя. То есть, это и надпись URG 2.0, это и просто детали на бэкхенде, которые, ну, видно. Ну, во-первых, я не знаю, вот, как ребятам, но мне тактильно праймнит очень хорошо чувствуется. Я чувствую праймнит на оригинале и чувствую не праймнит, а просто текстиль на копии. Эта копия довольно неплохо сделана, но она была, собственно, одной из самых дорогих. Она стоила в районе 4 тысяч. Вот, поэтому здесь надо понимать, что это одна из самых дорогих копий. И, как следствие, естественно, что она и выглядит довольно неплохо. Вот, и с точки зрения латекса, но, собственно, это вы уже все увидите на поле. Супер! Хорош, Лешенька! Ну, кстати, по латексу они более-менее нормально. Но из-за того, что они очень широкие, несмотря на то, что это девятка, и у меня размер девятка, они болтаются прям очень сильно. То есть, ты вообще вот так вот, ну, не защищенный ничем. Но латекс неплохо. Что по износу? Чуть-чуть. Кстати, да, ну, так чуть-чуть, да, ладошечкой. О, нет, смотри-ка, подожди. А, вот здесь еще, да. Вот, на стыке швов. Это довольно сильно. И здесь. Это довольно сильно, кстати. Она, ну, дальше тоже пойдет. Вот оригинальные, им довольно много. И тут все же хорошо. Так, ну, что, итог по этим перчаткам. В целом, как бы, латекс неплохой, на самом деле. То есть, даже получалось с них что-то ловить. Несмотря на то, что я говно, даже получалось что-то ловить. Но по посадке они очень удобно сидят из-за того, что они широкие. Вот, можете это наблюдать, как они болтаются. То есть, и рука ощущается очень защищенной. Но, в целом, как бы, для китайской реплики, ну, пойдет. Но я бы выбирал, естественно, профессиональные модели за такую же цену. Не стал бы покупать себе китайские. Сходу, да, как отличить? Все подделки приходят вот в такой вот упаковке. Эта упаковка от очень старых предаторов. Она была очень давно. Все новые предаторы приходят в коробки. Вот, например, Puma. Оригиналы. Они приходят вот в такой коробке. Puma реплики. Они же пришли вот в таком чехле. И касаемо Puma реплики, здесь, конечно, самая гигантская внешняя разница. И я, естественно, не про цвет, потому что это просто одна серия. А вот, посмотрите, две перчатки. Девятка и девятка. Вот, посмотрите, собственно, насколько вот эта перчатка шире, чем оригинал. Оригинальную перчатку буквально не видно за репликой. Она очень широкая. И, соответственно, когда мы надеваем ее на руку, ну, здесь очень-очень-очень много свободного пространства. Вот, посмотрите, как большой палец выглядит вот здесь. Аккуратненький такой, все дела. Здесь просто томогавка. Ужасно неудобные швы. Я только что поймал муху. Я его также поймал перед сезоном обкал. Ужасно грубые и неудобные швы внутри. Абсолютно точно ощущается, что это совершенно не такой материал. И кисть у меня болтается очень сильным образом. Просто сейчас покажу, как надевается на руку оригинальная перчатка. Это девятка. У меня восьмерка. Посмотрите, я еле-еле натягиваю девятку. И вот теперь она на руке сидит просто как влетая. Просто здесь ни сантиметра свободного пространства. Все абсолютно идеально. Здесь правильный текстиль. Здесь сетчатая текстура, чтобы рука еще больше дышала. Вот эти силиконовые вставки здесь более сильно текстурные. То есть здесь гигантская разница с точки зрения материалов. И она прям очень сильно заметна. Естественно, здесь гигантская разница и в цене. Но здесь другой вопрос. Зачем вообще брать реплику, если можно взять профессиональные вратарские перчатки. Опять же, даже у нас в магазине. Которые будут соответствовать всем необходимым требованиям. Здесь неправильно пошиты пальцы. Они явно короче. Здесь сильно больше ладонь, чем длина пальцев. То есть ребята вам, конечно, скажут свой взгляд. Но понятно, что он у них менее профессиональный. У меня уже глаз замылен. И 12 лет я на этом работаю. И я сразу вижу, что здесь неправильно сделаны пальцы. Они слишком короткие. На правильную девятку вы их вообще никогда в жизни нормально, комфортно не наденете. Особенно если учесть, что швы здесь просто ужас. Реально, они ужасно неудобные. Вот реально, я честно, ну у Мухи просто рука меньше моей. И поэтому он этого вряд ли заметил. Я же замечаю это сходу. Это максимально некомфортно. Ну вот я намочил перчатки, потрогал легче. И он пи***ц, какой скользкий. Потому что рука колы смачивает. Сидят неплохо, единственное, что он здесь. Вообще свободно, жесть. Здесь свободно, но вот в пальцах прям притык хорошо. Если бы зажать здесь, было бы здорово. Я вот сейчас трогаю мяч, как будто я посуду маю. Я не чувствую себя защищенным. Реально? Мне человек, который продавал, говорит, смочите их, говорит, там, колы, это было. Реально? Да. Это пахнет здесь. Летний вариант, скорее всего. О, у тебя пальцы вывернуты тоже. Да, тоже вывернутся. Короче, не сидят пальцы правильно. Это очень важно. Вот здесь, сколько бы времени ни было, у меня перчатки сидят вот ровно как надо. Вот он указательный, вот он по форме указательного. У мухи, посмотрите, у него центр указательного пальца находится буквально на шве. Что плохо, ну точно не так комфортно ловить. Такая проблема, раньше, кстати, была у оригинальных Puma. В целом, ловить приятно, но он слишком тонкий. Я бы детям, конечно, не советовал, но для взрослых мастеров, в принципе, как тренировочный вариант, почему нет. Вообще, сука, ловят руки, а не перчат. Вот эта хрень уже отковыривается. Видишь, уже? Матекс? Не, я не знаю, что такое. Вот это пупорышки, я еду, это непонятно. Они уже все отваливаются. Adidas и реплика еще вот прошлой модели, которая была до вот этой, собственно, которую мы вам показали на поле, сравнили с перчатками Фидоса. Здесь, соответственно, мы идем также по пунктам. Честно, я не понимаю, как Федя не заметил абсолютно такие же ужасные швы внутри. Они максимально грубые и некомфортные. Может быть, конечно, он настолько непривередливый, но это реально очень неудобно. Большой палец. Это тоже какой-то абсолютный обрубок, и он тоже неудобный. Кисть у меня не зафиксирована от слова совсем, она болтается. Да, у меня не девятка, но по пальцам оно здесь все уткнулось, и больше места нет. То есть, это на какую-то несуществующую руку с большой кистью, но короткими пальцами. Ну, не то, что несуществующую, но это реально очень редкую руку. И, ну, если у вас стандартная девятка, они вам будут, по идее, неудобные. Я не знаю, как Федя их надел, честно. Палец здесь вывернут максимально. Вот как выглядит палец. Вот как должен выглядеть палец. Четко по контуру указательного. Так, ну, здесь, во-первых, они прям очень широкие такие, вот, если сравнить, да? Такая лопата. Здесь как бы так же видно, что, ну, чуть похуже сделаны. Вот рисунок тоже здесь. Вот это нанесение краской. Немного неровное. Ну, да, в любом случае, мне кажется, это оригинал, а это нет. Ну, слушайте, я не знаю, мне на вид сразу даже бросается, что это оригинал, а это нет. Вот, хоть убей. Ну, реально, они широкие. Эти поуже, по руке сидят, по-любому, супер. Здесь вот эта херня вообще некачественная, мне кажется, сделана. Здесь тут такого нет, тут все четко. Поэтому вот это оригинал, это реплика. Ну, понятно, что вот это вот оригинал, это нет. Но сделаны они качественнее, чем прошлые. Тем, что здесь хотя бы вот чувствуется вот эта гравировка. Она же и разная, подожди. Тут она и на оригинале другая. Прям все здорово. Даже слово вот это Predator, где-то все прямо... Predator, да, согласен. Они все в один в один сделали. Но при этом... Но при этом они, да, широкие... Смотрите, да, для понимания, это две перчатки одинакового размера. Посмотрите, насколько реплика, да, это реплика, шире, чем оригинал. Она раз в два шире. Во-вторых, посмотрите на большой палец у реплики. Посмотрите. Это лайк, это большой лайк называется. Это то, что вы должны поставить под это видео. Огромный, жирный лайк. 15 тысяч лайков. И мы покупаем на Озоне и Вайлдберис прям жестко китайские перчатки. Ой, надевай... Ой. Они очень легко надеваются. Надеваться никогда так легко не надевались. Смотри, у тебя тут запас какой, керасия. Да, да, да. Они, то есть, как бы, ну, они не будут плотно сидеть, так сидели адидасы. Вот те все. Вот. Но я думаю, что латекс будет первое время как минимум точно нормально. Слушай, ну вот для сравнения, это девятка, то есть мне она велика. По первым ощущениям даже ничего. Намного лучше, чем спайры те. Кондон. А, прям прилипает кач. Очень хорошо, что ты после этих слов не поймал. Вообще идеально. Да, кстати, по гладкам супер-шуток, у меня вопросов почти нет. Они сидят не очень удобно, но ловят хорошо. Я прям вижу, насколько они на тебе болтаются, если честно. Ну, кстати, зато я прям чувствую, у них очень удобно трогать муху за х**. Это прям идеально. А еще, смотри, у тебя палец вывернулся уже. Смотри. Это у меня закрыт. Смотри. Смотри, указательный палец уже вывернулся, то есть он сидит неправильно. Я поймаю тебя. Я в них реально все ловлю. Не знаю, что с ними будет, когда чуть-чуть смоется вот это первое. Ну, например, у тебя на многих перчатках надо наоборот смыть первый слой, иначе ловится плохо. А здесь на первом же слое ловится хорошо. А, в пленке нужно? Да, в пленке, да. В общем, и пленка, кстати, снималась лучше, чем на оригинальных хозяинах. Да, это правда. Я вообще довольна. Я бы сегодня здесь взял такие. Да? Я серьезно. Даже вот сейчас дождь пошел. Вообще идеально мы их протестили в любую погоду. Они отлично ловят их дождь. Все хорошо вообще. Ну, а то, что болтаются. Сидят хуя херовенько. Ну, слушай, ну, как бы мы должны понимать, что мы берем. Да. Ну, должна же быть разница. Помимо бренда, да, должна же быть разница в качестве. Ну, конечно, нет. Ну, тут же и речь о сравнении. Но у тебя тоже, посмотрите, вот поближе. Мне это не мешает. Ну, это плохо, на самом деле. Ну, то есть, посмотрите, как у него сидит указательный палец, а как у меня. То есть, вот так вот покажи. Вот так вот, это поближе. То есть, палец уже вывернулся. Да, да, вывернулся, это правда. Но, ну, короче, я доволен. Деталей здесь очень много. Что касается латекса, естественно, эта характеристика будет не объективной. После одной тренировки на мягком достаточно, из-за того, что он был политый, натуральном газоне, здесь ничего сказать нельзя. Здесь ничего такого не будет. Вот эти вот перчатки, собственно, вот эти. Вот эти немножечко покоцались, но пока этого объективно вы не увидите. После стирки они еще, кстати, все размахлились. Они мне оставили кучу катышек в стиральной машине. Да, я стирал эти перчатки в машинке, потому что, ну, как бы, не то, чтобы я сильно буду заморачиваться по поводу их носостойкости. Плюс эти перчатки все пахнут. Вот они пахнут. Вот эти, эти пахнут. Перчатки я достал их из стиралки и прям, ну, запашок прям приличный был. В остальном же ключевая суть здесь в следующем. Первое. Вы не получите ни от кого поддержку. Мне нахамили еще на этапе обсуждения на Авито. Естественно, что постпродажную поддержку я тоже вряд ли получу. Хотя, кстати, продавец при встрече был довольно вежлив. Не знаю, почему на Авито он так общается. Во-вторых, если у вас что-то, опять же говорю, порвется, что-то случится не так, идти будет некому, потому что это все китайская подделка и, естественно, вам тут никто ничего не гарантирует. Все вот эти мелкие детали на бэкхенде, например, вот на этой перчатке, они уже постепенно начинают отрываться. Плохо ли это настолько там критично сильно? Ну, наверное, нет. Здесь я буду объективен. Но здесь вопрос не зачем переплачивать за Адидас. Вы платите здесь за бренд, вы платите здесь за качество, вы платите здесь за то, что это прайм-нит, за то, что это латекс немецкий, а не китайский. Это все важно, потому что на дистанции эти перчатки, как вы видите, они у меня уже, ну, довольно давно, и они и живут хорошо в целом. И латекс здесь хороший, и сцепление на нем до сих пор хорошее. Даже несмотря на то, что тут есть бьевшаяся грязь, которая у меня не отстиралась, сцепление хорошее. То есть на дистанции я заплатил больше и получаю больше, я получаю больше комфорта, я получаю лучше сцепление, я получаю больше качества за большие деньги. Но факт тут в том, что в среднем все эти перчатки стоят плюс-минус, а скоро будут стоить еще и дороже, потому что курс меняется. Если это было куплено по курсу 70-80, то по 110 мы посмотрим, как они будут держать эти цены. И надо понимать, что это будет совсем тогда несравнимо с профессиональными перчатками. Если вы хотите просто поиграть во дворе, и чтобы вам казалось, что у вас одидаса, и вас совершенно устраивает, что палец вот так вот вывернут, окей, неплохой вариант. Если же вы все-таки хотите получить адекватное качество, то обращайтесь к нам в магазин, мы точно сможем вам подобрать хорошие, качественные, профессиональные перчатки от фратарского производителя за адекватные, удобоваримые деньги. И мы же будем следить за тем, что если у вас что-то произойдет, вы вернетесь к нам, и мы вам все с удовольствием без проблем поменяем, потому что мы несем гарантию, мы несем ответственность. Вы платите за это, вы платите за сервис, вы платите за скорость доставки и за то, что вам никто не нахамит. И естественно, но если просто хочется попантоваться во дворе, то я думаю, что вы им изменяете давно, знаете. Друзья, надеюсь, было интересно. Не забывайте ставить лайки на то, чтобы мы протестировали прям китайские-китайские перчатки с Азоны Вайлберрис. И не забывайте подписываться, 60% зрителей смотрят этот канал без подписки, а также на телеграм-канал, ссылка на который в описании, называется он Спиреков. Спасибо за просмотр, всем пока!